МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пянова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Опасность наверху, как честь и снег и налед с крыши в Сарове. Время покаяния и очищения у православных верующих наступил в Великий пост. Снова проиграли. Хоккейный клуб Саров встретился со Спартой. Далее расскажем по всем подробно. Сосольки и наледи на крышах – привычное явление для жителей многих российских городов. С приходом весны в городе возобновляются жалобы на коммунальные службы, которые не чистят крыши и не убирают ледяные глыбы. Иногда становится опасно подходить к собственному дому. Как чистят крыши в Сарове, куда жаловаться, если ситуация уже критичная, расскажем в следующем репортаже. Пять автовышек и 16 кровельщиков от центра ЖКХ ежедневно очищают крыши саровских многоэтажек от снега и наледи. Зима в этом году оставила богатое наследство. Снега на крышах скопилось много. При плюсовой температуре эти пласты могут сползти вниз и обрушиться на тротуары машины и людей. Интернет пестрит записями с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент исхода снега с крыш на прохожих. Чтобы не допустить подобных инцидентов, сотрудники центра ЖКХ очищают крыши по графику и оперативно реагируют на экстренные вызовы. Ежедневно поступают дополнительные заявки от собственников жилья. Также приходят заявки через умный саров из администрации. Соответственно, мы производим корректировку графика и выходим на эти дома в первую очередь. Другая проблема жильцов – глыбы льда на крыше. Подтаявший снег замерзает и закупоривает желоба. Рабочие сначала счищают с края крыши снег, а потом разбивают лед, освобождая место для талой воды. Если в желобах стоит снег, соответственно, вода, когда тает снег на крыше, ей некуда сходить, потому что у нас здесь неорганизованный водосток. Доходят малейшие какие-то поры, трещины, зачекают через снег. В бригаде работают три человека. Кроновщик отвечает за манипуляции с техникой. Другой сотрудник находится в люльке и счищает снег. Еще один следит, чтобы во время уборки снега не пострадали прохожие. На очистку крыши 4-х подъездного дома номер 11 по улице Силкина у них ушло около часа. Кроме центра ЖКХ, снег с крыш убирают подряд на организации. Убирают, я видел, во дворах, в нашем дворе, по крайней мере, довольно часто. Наверное, справляется, если сосульки не падали, наверное, справляется. Нет, не очень, потому что иногда сосульки падают все-таки с крыши. Сообщить о скопившемся на крыше снеге можно по телефону единой диспетчерской службы 9-33-33. Заявки передают бригаде два раза в день, до 8 утра и после 12 часов. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. 15 марта у православных начался Великий пост. Для верующих это время духовного и телесного очищения, самопознания и покаяния. О чем стоит помнить тем, кто решил соблюдать Великий пост, и без чего он станет бессмысленным, расскажем в следующем репортаже. Великий пост – самый протяженный из всех православных. Длится он 48 дней, из которых первые 40 посвящаются памяти об Иисусе, голодавшем в пустыне. Страстная неделя, Лазаревы субботы и праздник входа Господня в Иерусалим. Последним дням земной жизни, смерти и погребению Христа. Во время поста христианин должен воздержаться от мяса и продуктов животного происхождения, чтобы умерить свою плоть. Мы понимаем свое греховное состояние. Каждый христианин, он одновременно и мягкий, и добрый, но в то же время он должен быть сильным и выдержанным, и уметь принимать страдания за Христа, с тем, чтобы с ним соединиться в конце поста на празднике Пасхи. Послабление в рационе возможно только три дня. В Благовещении и Вербное Воскресенье православные могут употреблять рыбу. В Лазареву субботу – рыбную икру. В этот день благословляется, не благословляется вкушение рыбы, мясо рыбы, но благословляется вкушение рыбной икры. На это есть определенные символические указания. В каждой маленькой икринке, мертвой, по-видимому, содержится образ Воскресенья, потому что в ней жизнь, так же, как и в яйце. Пост характеризуется не только диетой, но и регулярными молитвами и посещением храмов. В это время нельзя раздражаться, ругаться, таить обиды и зависть. Воздержание от пищи животного происхождения – своеобразный фон. Во-первых, пост – это действительно время воздержания. Во-вторых, это духовное время, в котором Господь особенно действует на человека, помогает ему, если он развивает свои добродетели и борется со страстями и грехами. Великий пост в этом году начался 15 марта, сразу после Масленицы. Закончится он в преддверии Пасхи 1 мая. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Департамент образования просит откликнуться выпускников школы номер 12, которые окончили 9 класс в 1998 году. Необходимо уточнить номер и серию выданных им аттестатов для внесения их в федеральную информационную систему. Выпускников просит позвонить департамент образования по телефону 95522. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Весеннее тепло придет в Нижегородскую область на этой неделе. В ближайшие несколько дней температура воздуха будет клебаться от минус 4 ночи до плюс 3 днем. Синоптики прогнозируют, что будет в основном пасмурно. На протяжении всей недели солнце нижегородцев не порадует. В пятницу немного похолодает, днем не выше нуля, а утром и вечером минус 3. Возможно, небольшой снег. В выходные ожидаются пасмурные погоды со снегом. Вновь похолодает, днем будет отрицательная температура. В Саров принято участие во всероссийской акции «Открытая премьера». Посмотреть фильм 26-го открытого российского анимационного фестиваля можно будет с 17 по 20 марта в художественной галерее. Также можно будет проголосовать за понравившийся мультик. Голосы саровчан попадут в общую копилку зрительского голосования, итоги которого подведут Суздали на онлайн-церемонии закрытия фестиваля 23 марта. Подробнее о программе «Открытой премьеры» расскажем в ближайших выпусках новостей. В Швейцарии завершился Кубок мира сезона 2020-2021 года по лыжным гонкам. Уроженец Сарова, воспитанник школы Олимпийского резерва «Атом» Артем Мальцев вошел в десятку сильнейших, заняв пятое место в общем зачете. Также сборная России взяла Кубок наций. Более чем на 300 тысяч рублей обманул одно из предприятий города его сотрудник. В течение трех лет он предоставлял бухгалтерию недостоверные авансовые отчеты по своим командировкам. Махинации с документами на оплату проезда он проворачивал с 2016 по 2019 годы. Чем еще запомнил с минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Ни денег, ни запчастей, ни продавца. Полицейские зарегистрировали очередной факт мошенничества в отношении жителей нашего города. Саровчанин на одном из интернет-сайтов присмотрел комплект автошин, перевел деньги продавцу и оплатил доставку до Сарова. С момента покупки прошел месяц, а шина так и не привезли. Продавец, естественно, пропал. На сотовый телефон на звонки не отвечает. В сеть на этом интернет-сайте также не заходит. В связи с этим, по данным факту, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса мошенничества. 14 ДТП с материальным ущербом зарегистрировали сотрудники полиции на прошедшие недели. Еще у двух пострадали люди. В одной аварии травму получил сам виновник. Мужчина так торопился домой после работы, что не справился с управлением автомобиля и врезался в стоящий на обочине автобус. В результате ДТП автомашина получила механическое повреждение, а сам он получил телесное повреждение в виде ушибов мягких тканей головы, растяжения связок шейного отдела позвоночника, но это, как правило, при таких ДТП бывает, и ушибы грудной клетки, что говорит о том, что он был пристегнутыми безопасностями. Второе ДТП произошло поздно вечером на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ленина. Водитель «Хонда Цивик» наехал на мужчину, который переходил дорогу по зебре. В результате ДТП пешеход получил телесное повреждение в виде ушибов мягких тканей лица и ссадинокистей, когда упал. После осмотра врачом приемного отделения был отпущен домой. Всего за неделю сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 132 нарушения правил дорожного движения. Одного водителя задержали в состоянии алкогольного опьянения. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В парке Мизернова прошла масленичная ярмарка. Из-за пандемии полноценного праздника не получилось. Работали только торговые точки по продаже угощений и изделия ручной работы. Детей катали на лошадях и пони, а все желающие могли сфотографироваться в тематических фотозонах. Подробнее расскажем в следующем репортаже. Саровчане проводили зиму и торжественно встретили красавицу весну. 14 марта в парке Зернова отметили последний день масленичной недели «Прощенное воскресенье». Из-за коронавирусных ограничений традиционные гуляния провести не удалось. Однако организаторы нашли выход и приготовили для горожан масленичную ярмарку. Мы надеемся, что этим праздником мы зиму проводим не сну встретим. И вместе с весной к нам придет новость о том, что пандемия закончилась. Да, нам можно будет встречаться чаще, ближе, ярче и веселее. В этом году ярмарку расширили. К празднику открыли 20 торговых точек с разными угощениями и сувенирами рукодельницы с города мастеров. Главным блюдом дня, конечно же, были блины. Символ праздника выпекали прямо в парке. От шашлыка до блинов, куча всяких вкусняшек. Также у нас здесь представлены сувениры от наших предпринимателей, от города мастеров. Мы постарались собрать здесь максимум интересных и вкусных предпринимателей. В общем, очень приятно, что нам дается совместная работа. Объединение – это всегда хорошо. И когда городские организации подходят совместно к проведению таких важных мероприятий, как Масленица, это всегда плюс. Ярмарку организовали с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Торговые точки стояли на расстоянии не менее трех метров друг от друга. Напитки и угощения продавали только в промышленной упаковке. Несмотря на все запреты и ограничения, гостей парка с каждым часом становилось все больше. Горожане соскучились по массовым праздникам. Очень замечательный праздник, очень весело, душевно. Аромат блинов, дыма шашлычного. Гораздо хуже по сравнению с прошлым годом. А почему? Ну, а где сцена, где веселье. На лошади каталась. А что еще делала? Фотографировалась. Масленица классная? Ага. Очень нравится. Много народу, много лав, которым можно что-то купить. Также в парке можно было прокатиться на пони и сделать фотографии на память в тематических фотозонах у Богатырской, Блинной и Музыкальной Масленицы. Последняя игра перед плей-офф в высшей лиге Нижегородской области не принесла хоккейному клубу «Саров» желанной победы. Наши игроки уступили лидеру турнирной таблицы «Спарти» со счетом 3-6. В итоге «Саров» прочно обосновался на последней строчке турнирной таблицы. Что помешало «Саровчанам» победить, есть ли шансы занять достойное место, после плей-офф выясняла наша съемочная группа. В матч со «Спарти» саровчане начали довольно бодро, закинув первые минуты игры и две шайбы в ворота соперника. Но игроки из «Ватчи» быстро собрались и ответили «Сарову». Выровнять счет к концу игры так и не удалось. Также «Саров» ни разу не реализовал момента, когда соперник играл в меньшинстве. В принципе, игра была равная. Мы чуть-чуть поудачливее оказались. Провалили начало матча, но поудачливее нас вратарь в игре держал. Если бы команда «Саров» забила бы свои моменты, то не знаю, в какую сторону повернулось бы. Мы реализовали поудачливее и доиграли игру до конца. За два тура до плей-офф «Спарта» стала лидером турнирной таблицы. Как признался тренер вальшской команды, «Саров» – непростой соперник. В прошлый раз в домашней игре с гостями из «Ватчи» Саров набрал свои первые очки. «Спарте» удалось выиграть только по булитам. Но в этот раз после двух забитых шайб что-то пошло не так. Командной игры у «Саровчан» не получилось. Вроде вышли, начали командная игра, а потом каждый сам начал одеяло на себя тянуть. Думали, 2-0, сейчас проведем. Команда приехала с автобуса, с дороги, тяжело будет. Люди сбежались, восстановились, где-то протонуло им, моментики забили. Мы много не забили, хотя 50% неизвестно, как игра сложилась. Итоговый счет игры 3-6 в пользу «Спарты». В ближайшие выходные начинается плей-офф. 20 марта наши игроки на выезде встречаются с Таншаевской командой. 27 марта ответный матч у нас в Льдовом дворце. Если счет будет 1-1, третья решающая игра пройдет 28 марта на льду соперника. Всего пара ложек меда в день укрепит ваш иммунитет и наполнит жизненной энергией. Впрочем, мед меду рознь. Полезен только натурально и без химических усилителей вкуса и консервантов. Найти такой можно у настоящих пчеловодов, которые собирают мед на собственных пасеках. В Сарове натуральный мед свежего рожая представлен на ярмарке в Ледовом дворце. Мед со своей пасеки – это гарантия его высокого качества. Виктор Доценко – пчеловод четвертом поколении. Многие годы они собирают мед на просторах страны и предлагают покупателям множество его сортов. У нас более 20 сортов меда. Начиная с Краснодарского края, акация, каштан. И к северу Волгоградской области. И к клеверу, черноклен и так далее. В Саров на медовую ярмарку пчеловоды привезли мед свежего рожая. Каждого покупателя они готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором. Конечно, полезен любой мед, если он натуральный. Всего пара ложек лакомства каждый день и крепят иммунитет и наполнят жизненной энергией. Но в зависимости от потребности можно подобрать сорт меда, который поможет скорректировать проблемы со здоровьем. У каждого сорта меда есть немножко направленность. Либо что-то для сердца, либо кровообращение, либо идет для суставов, простудные липы, для простудных заболеваний, с прополисом. Кроме того, на медовой ярмарке можно найти и продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пергу. Также в продаже чайные сборы алтайских трав. На покупку трех килограммов меда действуют акционные цены. Всю выбранную продукцию пчеловоды Доценко готовы доставить вам домой. Заказать доставку можно по телефону 8 927 503 1447. Медовая ярмарка будет работать в Ледовом дворце с 16 по 19 марта с 10 до 19 часов. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова